в данном видео хочу вам показать как создавать эффект 3d в шаблонах мы рассмотрим этот эффект на примере шаблонов так для фото в принципе в любом шаблоне можно применять но поскольку у меня в примере уже сделан эффект мы рассмотрим первый шаблон из категории шаблонов для фотографий вот немного уменьшу вот у нас здесь мы видим наглядно что такое эффект 3d то есть часть изображения выходит у нас за пределы формы шаблона ничего менять мы не будем в тексте я имею ввиду название паблика и так далее мы поменяем только фото то есть научимся создавать этот эффект как это сказать чтобы вылазила у нас за границы изображение так открываем папку у нас находим изображение допустим многие из этих файлов я взял на good phone точка ру хороший сайт с изображениями так добавили фото теперь удерживаем shift увеличиваем наше фото стрелочкой подвигаем вниз мой вверх то есть извиняюсь так вверх еще немного интер посмотрим изменим непрозрачность посмотрим насколько у нас сейчас в данный момент выходит за пределы изображения так правой кнопкой а растрировать слой то есть по изображению правой кнопкой теперь мы можем его редактировать выбираем слой форма делаем то же самое инструмент волшебная палочка вне формы жмем и теперь перейдя на изображение на нашу картинку мы не жмем до лета как обычно а выбираем инструмент пластик резинка ей мы сможем стереть изображение ненужное но также оставить ту часть которая нам нужно вот мы увеличиваем при помощи инструмента масштаб наше фото и теперь правой кнопкой жмем у нас здесь есть настройка кистей выставляем размер поменьше и уже более подробно и стираем оставляя то что должно быть видно можем еще меньше выставлять нашу кисть и таким образом стираем то есть чем больше времени вы потратите на качественно на качественную работу тем будет лучше эффект эффекты если у вас нет шаблона я сейчас работаю мышкой ой нет в смысле планшета графического в чем собственно удобство но это у дизайнеров обычно есть такие штуковины вот как можно обходиться без него мы можем нажать один раз вот здесь допустим зажать shift и вторую точку нажать через shift удерживая shift мы делаем вот эти движения счастливой кнопкой мыши то есть вот здесь зажали shift то есть нажали control z нажму здесь мы жмем один раз левой кнопкой мыши зажимаем shift и чуть-чуть вот здесь дальше жмем левую кнопку мыши shift при этом держим дальше жмем дальше shift удерживаю и жму вот так продолжая точки делать левой кнопкой мыши все стираем ненужное вот у нас в принципе и готова готов 3d такой пост в принципе я считаю смотрится очень интересно необычно и немногие это применяют вот опять же правда сильно сложные там где волосы или что-то еще не советую применять такие фотографии очень сложно будет стирать выделять вот это все что-нибудь такое не особо сложное вполне можно так стереть чтобы она выходила за пределы форма шаблона вот в принципе мы теперь все можем сохранить наш шаблон так можем не сохранить я могу не сохранить вернее и рассмотрим этот же эффект на другом типе шаблонов шаблоны для фото и для цитата одновременно бонусные шаблоны так на каком мы рассмотрим вот 20 шаблон если мы откроем на нем уже как бы есть части части он 3d что такой то есть и вылазит у нас тут за границу шаблона и плашка вылазит и сама форма для фото и фото влазит за пределы формы и теперь мы пример фото найдем слой и удалим теперь мы сюда вставим новое фото ищем смотрим так что мы можем сделать тут смотрим смотрим прикидываем так визуально чуть-чуть не совсем ну хотя может может быть и пойдет выбираем фото собственно так не суть добавляем первое попавшееся увеличиваем удерживая shift enter теперь выделение это сразу выделим и нажмем для лета окей мы забыли растрировать слой правой кнопкой по слою растриживать то что я всегда говорил так теперь в любом месте жму собственным выделением снимаю контрол т и передвигаю наше изображение вот сюда enter непрозрачность изменю чтобы посмотреть что у меня там выходит так увеличиваю удерживаешь корыш shift enter так теперь я верну прозрачность форма для фото выберу слой выберу инструмент волшебная палочка и вне формы нажму теперь переходим к слою с нашей картинкой выбираем пластик и начинаем стирать здесь бита не до конца видно но мы постараемся сделать так чтобы все выглядело как можно естественно изображение изображение не особо высокого качества ну ладно нам главное понять как это делается правой кнопкой мы выбираем кисть поменьше и стираем таким образом то что нам не нужно по чуть-чуть помаленечку пока крупной кистью а теперь еще мельче и еще кропотливая работа но того стоит красиво смотрится эффект ну в принципе еще мельче можно и повозиться еще подольше но чтобы не задерживать время видео лишние мегабайты мы пойдем двигая ползунки дальше так кисть ставим побольше и вот здесь зажимаем один раз левой кнопкой мыши далее зажимая shift и вот здесь там вторую точку у меня вот такая вот ровная получилось линия стертая так и дубль 2 и обратно удерживая shift так стираем все лишнее все у нас в двух местах получилось выход за границы формы для фото у нас получился в итоге такой двойной 3d эффект то есть и сама форма выходит за пределы форма для фото за пределы общей формы шаблона и сам само фото выходит за форму для фото в общем вот так все сложно и запутанно но я думаю довольно таки необычно и красиво цепляюще все меняем только шаблон ой текст автора и название паблика и жмем сохранить наш пост с 3d эффектом готов желаю вам легкой работы побольше таких постов радуйте своих подписчиков и до новых встреч в следующих уроках